Треугольник Талана. Надо нарисовать быстро треугольник Маскаля. Ну, понятно, что можно дальше писать на бесконечности. И вот теперь, просто берем цветной мел и пишем сюда разность. Здесь будет число 1, здесь будет число 2. Согласны? Или нет? Два. Сюда что пишу? Давайте я в кружочке буду писать. Вы же не против? Для чего я пишу эти кружки? Для чего? Чтобы здесь везде написать что? Единицы. 1, 1, 2. Что здесь будет? 5. Здесь что будет? 14. 14. Понимаете идею? Да. И так далее. А здесь будет сколько? А здесь будет 42. Вот он и есть. Треугольник Каталана. Вот это число Каталана. Ну, а вот этот вот весь синенький, это треугольник Каталан. Он ничем не хуже, чем треугольник Паскаля. И, между прочим, я здесь не случайно взял вот это место. Важно понимать, что когда вы пишете треугольник Паскаля, то он идет и влево тоже. А треугольник Каталана нельзя. Это та самая область абсцесс, за которую нельзя спускаться. Здесь 5, здесь 1, здесь что у нас там? 14, да? 14, 14. И здесь 14, 6, 1, да? 28, 20. Господа, все заметили простой закон, которым удовлетворяют. Такой же, как в треугольнике Паскаля. Правильно? Давайте это сейчас быстренько докажем. Вот смотрите, смотрите, как у нас устроена жизнь в каком-нибудь месте. Вот представьте себе, какое-нибудь место в треугольнике Паскаля. Скажем, есть число А, ну это, например, число 21. Есть число Б, есть число С. Это в треугольнике Паскаля. Что мы с вами вписываем между этими числами? А минус Б. А сюда мы вписываем Б минус С. Правильно? Да. По правилу образования треугольника Паскаля здесь написано А плюс Б, а здесь написано Б плюс С. А что мы вписываем сюда? Их разность А минус С. А их разность это А минус С. Осталось проверить, что разность А минус С равна сумме разности А минус Б и Б минус С. Равна. То есть мы действительно доказали вот этот вот закон, да? Почему он хороший? Потому что, смотрите, вот этого числа 20, это количество путей, которые начинаются вот здесь, и каждый раз, я один из этих путей нарисую, и каждый раз идут, так, 20 это вот здесь, либо вниз направо, либо вниз налево, правильно? И никогда не переходят вот эту вот черту. Так это и есть те самые наши пути, которые, помните, не пересекают на себя здесь. Вот, таким образом, исследование вот нашей задачи про бросание монеты, это на самом деле то же самое, что исследование. И явная формула для числа Каталана из этого треугольника является абсолютно очевидным. Вы смотрите, что такое, что такое вот число Каталана. Вот, вот что такое это 14? Это 70 минус 56, так? А что такое, и давайте, давайте, 14. А что такое наши 70? Это число сочетаний из 8 по 4. А что такое 56? Это число сочетаний из 8 по 5. Ну, или из 8 по 5 то же самое. Давайте запишем это еще как-нибудь. Скажем, что такое число 2, да? Число Каталана 2, это у нас число сочетаний, вот здесь написано, из 4 по 2 минус число сочетаний из 4 по 3 или по 1. Так, кто помнит, какое по номеру число 2? Вот это было 1 нулевое, это первое, это второе. Это второе число Каталана. Значит, исходя из того, что 4 это 2х2, у нас получается, что n число Каталана, это есть число сочетаний из 2n по n плюс 1 или по n минусами, то же самое. Так, ну давайте посмотрим, как это выглядит на языке факториалов. Это будет 2n факториал разделить на n факториал, n факториал, минус то же самое, 2n факториал разделить на n плюс 1 факториал, n минус 1 факториал. Отлично. Как можно теперь сделать? Можно вынести 2n факториал, еще можно вынести n факториал, n минус 1 факториал, и здесь у нас останется 1n, да, вот отсюда, минус 1н плюс 1, ну известно, что это у нас единица, деленная на n и n плюс 1, и в результате получается ответ 2n факториал, надо разделить на n факториал, n минус 1 факториал, на n и на n плюс 1, ну, дальше, дальше самое простое, это сказать, что это просто-напросто число сочетаний из 2n по n, деленное на n плюс 1, или еще есть разные способы записывать это, вот, 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 мы получили формулу для числа Каталана.